Матч Синара Норильский-Никик закончился в ничью 2-2. Подвести итоги игры на ответственные вопросы готовы главные тренеры Константин Маевский и Вадим Яшин. Для начала общий комментарий и первым словом нашему гостю. Ну, хочу сказать то, что, на мой взгляд, игра была не очень высокого уровня. Это в силу различных обстоятельств. Конечно, у нас повлияли очень сильно определенные факторы. В то же время, в общем-то, по первому тайму, я могу сказать, что мы могли сделать такой задел, при котором, наверное, на Синаре было бы тяжело, ребята, во втором. В общем-то, ряд моментов таких неплохих мы упустили. А во втором тайме уже силы у нас, силы у нас покинули окончательно. И здесь, конечно, на мой взгляд, Синара закономерно забила первый мяч. Но потом, в общем-то, у нас были, несмотря на то, что качество игры, повторяюсь, было не очень высоким, у нас были хорошие контратаки, хорошие моменты. И мы их, к сожалению, не реализовали. Так, наверное, хочу сказать, что он, наверное, шеф закономерен. Но еще раз повторюсь, что мне игра не особо понравилась, потому что, конечно, и моя команда, и, я думаю, команда Сахаренко может играть намного лучше. Спасибо. Пожалуйста, Владимир Владимирович. У нас сегодня завершающая стадия чемпионата. Мы попали немножко в тяжелую ситуацию. Вроде бы нужно доигрывать чемпионат. Еще есть несколько игр. С другой стороны, мы, наверное, уже все свои задачи решили. Выше пятра мы не поднимемся, скорее всего. Нише пятра уже не опустимся. Плюс сегодня у нас очень большая группа игроков, которые имеют какие-то незначительные повреждения, микротравмы. Кто-то болеет, кто-то дисквалифицирован. На сегодняшний матч, в принципе, мы в состав даже не смогли набрать 12 полигров. На заявке было только 10. И, честно говоря, как бы это, может быть, еще не звучало, все равно основная цель сегодня – это плей-фы. Подготовить команду к бою, восстановить травмированных, восстановить эмоционально команду. Разгрузить, может быть, даже эмоционально, чтобы посвежее подойти к решающим играм. Ну, знаете, когда игры начинаются, когда начинается вот игра сегодняшняя, когда начинаем проигрывать. Все равно все заботятся, все понимают, что проигрывать. Никак нельзя, что мы в Сина, что мы играем дома для болельщиков. И, конечно, я сегодня очень благодарен ребятам, которые нашли все силы во втором тайме. Переломить ситуацию и спасти игру. И, может быть, даже ее и выиграть. Хотя шансы в конце были, наверное, уже на бою. Осталось две игры, еще раз говорю, в чемпионате. Но задача, я бы все-таки плей-фы. Я просто вспоминаю прошлый год, когда мы уперлись в другую зону. До конца, до самого конца. Боролись за какое-то место выше. До конца играли все игры в 5-6 человек. Сзади, в конце концов, в третьем месте, стали на очко от Газпром. А вышли на плей-фы, просто сильные были такие. Поэтому в этом году не хочется эти ошибки повторять. Поэтому даже те, кто, в принципе, может быть, даже и могли сегодня сыграть. Перестрахован, все время, влечем. Спасибо. Спасибо. Вопросы есть? Вадим Иванович, у меня вопрос. Розыгрыш стандартов. Мне кажется, стандарт не надеются забить. Так, не надеются забить. Ну, забили с Динамо два стандарта. Забили с Политехом два стандарта, как мы можем забить. Но не забили сегодня. И выиграли, не вопрос нападения. Хорошо, есть чего вопрос. Тогда всем спасибо. 19 апреля, следующее. Пошли.